Не с трёх буквенными словами, а задачу с словами подстоящей буквы. Здесь уже не будет контроля в виде маркерских подчислений. Объясняю причем. Если слово из шестивов, то пятибуквенное начало в 32-х. А такую систему из 32-х уравнений даже выписывать трудно. А уж так, о-о, э-о-о-э. Есть слова, которые я обозначал, эс с индексом я. Это слова, которые получатся так. Мы берем игру, на которой в какой-то момент получилось вот это, а до этого никто еще не выиграл. И отрезаем вот это э-о-о, э-о-о. У нас есть слова под названием эс-вы. Это игра, которая закончилась вот на этом, и мы отрезаем это и оставляем. У нас просто есть множество начал, когда игра еще кончится. Так вот, сейчас давайте продумаем такого же типа равенства. Вы помните, что равенство должно быть два. И эти самые равенства получаются одним, по сути, тем же способом. А именно, я беру слово из эс и приписываю к нему для начала э-о-о-о-э-о-о. И говорю, что, в принципе, игра могла кончиться на этом. Замечательно. То есть, множество эс состоит из тех, когда я уменьшу. Но она могла закончиться и чуть-чуть раньше. Два долика, эр, два долика. Только два варианта. Нет, смотрите, могло быть так. Э-р-о-о. И потом вот это э-р-о-о, и это даст-то-я. Согласны? Такой вариант возможен. То есть, это есть э-р-я, к которому приписано слово э-р-о-о. Два нолика, э-р, два нолика, э-р. Да. Отлично. Это называется вы с двумя ноликами. И ещё бывает, когда эс-эс-вы плюс два нолика, эр-два нолика. Так, ещё раз, что бывает? Эс-вы. Два нолика. Два нолика. Эр. Эр. Два нолика. Два нолика. Потому что, если припишешь к этому букву э-р, то сразу возникает. Напишу раз, эс-э-это всевозможные куски, на которых ещё никто не победил. Эс-я-это всевозможные куски, которые получены от игры, в которой победил я, вот только что победил, отрезанием куска, вот этого моего победного куска. Эс-вы, это полученное от игры, в которой вы победили, отрезание последнего куска. Вы говорите, что если на конце полгода будет две о-то, то обязательно мы победим, да? Это ровная ситуация, когда здесь вот есть слово из «эсвы». И значит, вот это слово целиком – это «эсвы» и еще «оо». К слову «эсвы» добавляем «оо» и в таком случае ровно в этом моменте заканчивается. Так, это одно равенство. Теперь надо суметь написать аналогичное равенство для приписывания. Ну, давайте я напишу. Так, вот у меня есть какое-то длинное слово. К нему приписываем на этот раз «ооэр». «Ооэр». Поехали. Поехали. Кто мог выиграть? Во-первых, мог выиграть тот самый «вы». Очень хорошо. «эсвы». Во-вторых, здесь могло стоять «ооэр». И в таком случае это «эсвы» с приписанным к нему «ооэр». Там выгустой просто «эр». А? Просто «эр». А, здесь могло быть «эр», да? Тогда «роо», «роо». И эта ситуация называется «эс я» с буквой «эр». «Ро» перед «р». «Перед р» могло стоять «эр, ооо». Правильно? Это будет «эс я», «эр, оо, ооэр». Еще один случай забыли. Какой? «Эр, оо, о, эр, о». Внизу. Там еще, может быть, можно еще приписать «эр, оо, эр, о». Еще раз. «Эр, оо, оо, эр, о». «Эр, оо?» Да, приписывайте к той штуке. Мое слово могло заканчиваться на «это». Вот это «эс» могло заканчиваться на «это». Так. И если оно заканчивалось на «это» и приписали букву «о», то что получается? «Победа». «Я». Это «победа я». Спасибо, Коль. Это дает всего 1,32. Да. «Р, оо, о, эр, о». Значит, я здесь еще должен написать, что? Плюс «б» делить на 32. Значит, здесь у меня получается 32. Так. 17,32 «б». А здесь у меня будет 27,32 «у». Отлично.